Уважаемые телезрители, продолжаем Показывать, транслировать очередную встречу между командами Намского Луса и Черопчинского Луса Группа Б Сегодня этой встречей мы завершаем Первый спортивный день Спортивных игр народов Якутии Борон-2022 На площадке сейчас выйдут игроки сборной команды Намского Луса В белой форме И игроки сборной команды Черопчинского Луса В красной форме Команда из Черопчинского Луса уже сыграла Первую игру в своей группе с Татинским Лусом Проиграла с осетом 1-3 Намский Лус в первом круге отдыхал Восьмые спортивные игры народов Республики Сахаи-Гуки по волейболу Представляю состав Намского Луса и Черопчинского Луса Приветствую команду Команды поприветствовали друг друга Представляют сборную команды Черопчинского Луса Главный тренер Альберт Бродников Сборная команда Намского Луса Главный тренер Жарготов Айсен Ребята друг друга прекрасно знают Сейчас они вышли сопротив друг друга А в свое время кто-то играл и в одной команде Представлю судей встречи Первый судья Аркадий Ефремов Первая категория город Якутск Вторая категория Гаврил Захаров Вторая категория город Якутск Секретарь Трофимова Поросковья Вторая категория город Якутск И помощник секретаря Терентьева Агафия Город Якутск Судьи занимают свои места Главный судья Анатолий Черезанский Первая категория город Якутск Сейчас представят основной состав сборных команд Эти команды встречались в 2019 году В финале соревнований народов Якутии В селе Амга Когда первое место заняла команда Терапчинского района И второе место заняла команда Мамского улуса Терапчинского улуса, Мамского улуса Встреча длилась пять партий И завершилась со счетом Пятая партия завершилась со счетом 15-7 В пользу Терапчинской команды Так что можно сказать Что сегодня малый финал Основной состав сборной команды Мамского улуса Представили статую состав Мамского улуса Сейчас представляют статую состав Чуропчинского улуса Номер три Иннокентий Филиппов Номер пять Игорь Абонасев Номер девять Дима Аршаков Номер пять Дмитрий Духун Клаков Номер пятнадцать Ассен Бротников Номер семнадцать Либера команды Илья Сергеев Главный тренер Бротников-Консер 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 Альберт Дродниковс выигрывает первое очко для своей команды. Счет становится 1-1. Ошибается Айян Кулар. Неш попадает в сетку. 2-1. Альберт Дродниковс выигрывает второе очко. Исправляется с приемом либера команды. Черопчинского Улуса. Продолжает подавать Руслан Афанасьев. Альберт Дродниковс. Высокорослие, дорогие, блокирующие намской команды, переигрывают Альберта Бродникова. 4-1. Хороший акцентированный нападающий удар в третьей зоне демонстрирует Иннокентий Филиппов. 12-й номер. Марк Васильев выигрывает очередное очко. Иннокентий Филиппов не успевает выставить блок. Павел Абутов, капитан команды Нанского Улуса. Ошибается при подаче. Альберт Дродниковс! Воскресо! Продолжono segал! Продолжение следует... Продолжение следует... Постолько не успевает ли Scotland. 5-3, 6-3 в пользу команды Намского-Луса подает Никита Бачуров. Поймал в темп 9-й номер Дмитрий Оржаков. И выиграл четвертое очко по своей команде. Аян Клар на подаче. Планирующая подача. Справляется Либера команда с приемом. Ошибается Семен Васильев. Аян Клар продолжает подавать. На этот раз короче мощный удар продемонстрировал Семен Васильев. Блоком мяч упал в площадку. Марк Васильев, 12-й номер сборной команды Намского-Луса на подаче. При счете 7-5. Подключает сейчас вторая зона. В исполнении Роберта Захарова нападающий удар. И от блока Семена Васильева мяч улетает в аут. Игорь Афанасьев. Силовая подача. Не выходит силовая подача у Игоря Афанасьева. Счет становится 6-7. Из той финальной встречи, которая была в 2019 году в спортивных играх, за черепчинскую команду золотые медалисты. Это играют Иннокентий Филиппов, Главров Тускул, Бродников Альберт. На серебряной команде Намского-Луса в настоящее время на площадке Васильев Семен, Абутов Павел, Афанасьев Руслан, Марк Васильев, Джарготов Альхсен, Петров Никита. 6 человек представляет ТОП в ту серебельную команду 2019 года. Тем временем счет у нас 8-8. Вау! Улетает мяч после нападения Павла Абутова. Чарапчинский Улус выходит вперед. Ошибается, к сожалению, игрок под номером 9, Дмитрий Оржаков, двухметровый, центральный блокирующий команды Чарапчинского Улуса. Я думаю, что сборная команда Чарапчинского Улуса навяжет борьбу, потому что первая встреча была проиграна. Второй проигрыш, при втором проигрыше команда рискует не выйти в одночетвертую финалу. Первый номер Аян Кулар по переходящему мячу аккуратно перебрасывает через сетку и приносит своей команде 11-е очко. Лавров Тускул чемпион-простоводник Игр провел глазами этот мяч Павел Абутов, который упал в поле после защитного удара Альберта Бродникова. Счет встречи 12-9. И снова блок преграждает путь к мячу. Либера оставляет Черепчинской команды мяч в игре. К сожалению, заблокировали Аяна Кулара. Высокорослые блокирующие намской команды. Девятый номер на подаче. Руслан Васильев метр девяносто один. Переходящий мяч. Марк Васильев добивает переходящий мяч до полу. До пола приносит одиннадцатая очко. Одиннадцать-двенадцать. Прием. Перевод в четвертую зону со второй линии. И во вторую зону со второй линии. Аут показывает для них и судья. тринадцать-диннадцать. Альберт Бродников. Хороший прием в исполнении Боргена Уванова. Такой же хороший блок. Друг номер один. Аян Кулар приносит своей команде очко. Альберт Бродников в четырнадцатую очко завоевывает команда Черепчинского Улуса. Хорошая доводка. Цепляет мяч в защите игроки Черепчинской команды. Подключается Павел Абутов. Либера отыграл максимально аффектно. Очередной розыгрыш мяча приносит результат Черепчинской команде. 15-11. И при счете 11-15 первый тайм-аут берет команда Днамского Улуса. Черепчинская команда провела своих болельщиков представителей других спортивных игр. Весь зал заполнен. Спортсмен в красной футболке и они скандируют дружно «Чуропча-Чуропча». Третий номер Иннокентий Филиппов. Чемпион соревнований ОМГА 2019. Центральный блокирующий. 15-11 впереди команда Черепчинского Улуса. Альберт Бродников на подаче. Справляется с подачей. В поле попадает Никита Бачуров. Павел Абутов. Целовая подача. Не летит. С первого раза целовая подача у Павла Абутова. 12-17 Иннокентий Филиппов. Ау подает Вау. 13-17 Никита Бачуров первый номер. Кажет Вау. Влетает мяч после нападающего удара Дмитрия Оржакова. Конечно, Дмитрию, наверное, не хватает немного игрового опыта. Но все равно парень старается. Первый номер тоже представитель молодого поколения. Гороков нам всей команды 99-го года Никита Бачуров. Мощный удар продемонстрировал Семен Васильев на одиночном блоке оставил без шансов защитить общественную команду. Разрыв сокращается до одного мяча. на этот раз блокирует Семена Васильева. Отправляется в защите Марсин Зарготов. 17-15. Клара Айан на подаче. Расстрел хотели сыграть между третьей и четвертой зоной связующей и Марк Васильев. Не получилось по высоте 18-15. Стали очень часто ошибаться накадающие сборной команды Мамского Луса. Вот только в очередной раз ошибается Никита Бачуров посылая мяч в ВАУ. 19-15. Хороший прием исполнения Бергена Иванова. Несильным ударом по блоку посылает мяч Игорь Афанасьев и выигрывает 20-е очко. 20-15 в пользу команды Черепчинского Улуса. Оставляют мяч в игре после нападающего удара Марка Васильева. Не оставил мощный удар продемонстрировал Семен Васильев. 5-й номер. Одиночный блок для Семенова Васильева. Для Семена Васильева это не блок. Нападача Марк Васильев. Не справляется с приемом Аян Кулар. Эйс. в исполнении Марка Васильева. 17-20. Аут. Аут. Лутает мяч. После нападающего удара Игоря Афанасьева. Афанасьева. Пришите 20-18. Первый тайм аут берет команда Черепшинского УСА. Мощная поддержка Черепшинской команды. При первой игре такой поддержки у Черепшинцев не было. Может это и повлияло на исход встречи с Татинской командой. Марк Васильев. Десятый номер пробивает в блок Тускул Лавров. Один из лидеров своей команды. Немножко не хотела заблокировать Арсену Жарготову Тускула Лаврова. разыграет комбинацию. Павел Абутов нападает со второй линии шестой зоны. Увы, допускает ошибку. 22-18. Разрыв для Черепшинской команды более комфортный для концовки встречи практически с аута достает мяч Аян Кулар. Блокау. Семен Васильев нашел маленькую лазейку между блоком и антенном. Тускул Лавров. Несмотря на двойной блок выигрывает 23-е очко. Девятый номер Дима Ржаков Павел Абутов посылает мяч в аут. 24-19. Контрольный мяч. Хотьба первого сета может закончится при этой подачи. К сожалению, оно так и случается. 25-е очко выигрывает команда Черепшинского Улуса. Первая партия закончилась 25-19 в пользу Черепшинской команды. Бочуров Никита ошибается. Но проигрыш первого сета я думаю, что для намской команды это не трагедия. Данная команда вытаскивала встречу и выигрывала даже при счете 2-0. Это было на первенстве на чемпионате республики в 2020 году, когда они играли в финале со сборной команды Ленского района. Проигрывая со счетом 2-0. Это было в Намцах. Сумели выровнять положение 2-2 и вырвать победу в пятой партии. Ваши беды золи. Ваши беды Одна. Погой. Ешь. 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 Полежная. Дай маяка. Погналы. Вочу религию сюда рано. Маячей тапакы не ваш. Добавил субтитры DimaTorzok 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 2-0 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ошибается. Команда противника улица в этой партии лихует вперед. 4-3. По переходящему мячу нападал Павел Абутов. Попал в лицо либера команды Черепчинского и Луса. Выиграл очко. 4-4. Хороший прием. Никита Бачуров приносит своей команде пятое очко. Несильным выкатывающим ударом. 5-4. Проваривается мяч после блока за спину блокирующего. 5-5. 5-5. Иннокентий Филиппов выигрывает пятое очко. пятое очко. 5-5. Пятое очко. 5-5. пятое очко. Павел Абутов. Павел Абутов. Ошибается Павел Абутов. 6-6. С каждой ошибкой соперника у команды Черепчинского и Луса приходит вдохновение. Появляются дополнительные силы. 7-6. Перехитрил Марк Васильев молодого блокирующего. Дмитрий Оржакова и выиграл седьмое очко. Аут. Улетает мяч. Уводил мяч от одиночного блока. Игорь Афанасьев Афанасьев и Афанасьев и Афанасьев и Эйс. Не Эйс, да Афанасьев помогла сетка после подачи Никита Бачурова и не успели среагировать на этот мяч для реки команды Намского и Чурепчинского Улуса. Афанасьев куску лавров выигрывает очередное очко. Седьмое по счету. 7-9 поле подправляет Игорь Афанасьев Игорь Афанасьев Игорь Афанасьев Игорь Афанасьев не справляется с переходящим мячом на чистой сетке и посылает мяч в аут. Но молодой игрок Игорь Афанасьев стабильно подает свою силовую подачу. В нем Васильев продемонстрировал нападающий удар с четвертой зоны. Кускул Лавров сам принял и сам осуществил нападающий удар. Грамотно защищаются обе команды. Мяч в аут пришел в аут. 12-й номер. Марк Васильев на подаче. При счете 11-9 в пользу команды Маминского Лууса. Хорошая доводка. Отключение первого темпа. И Дмитрий Арзаков забивает 10-е очко. Альберт Бродников доверяет всем своим нападающим. И при первой же возможности при хорошей доводке подключает к атаке игроков первого темпа. Исправляется с блокированием нападающего удара Павла Абутова. В мяч улетает Ваут. Блокировал Элигентий Филиппов. В нападающий вышел Семен Васильев. Пятый номер. 12-10. Игроки наской команды не позволяют приблизиться к себе. В счете Павел Абутов. Блок-аут. Пробил блок Альберта Бродникова. Нападал через низкий блок. И при счете 10-13. Второй тайм-аут берет команда Киропчинского улута. Альберта Бродникова подсказывает своим подопечным необходимо улучшить прием. Потому что нападающего ждут только идеальный пас. Поэтому необходимо поработать ногами, чтобы хорошо принять мяч. Киропчинской команде в данной встрече терять нечего. Необходимо выигрывать. Ошибается при приеме сборная команды Киропчинского улута. В замене в команде Киропчинского улута. Вместо игрока номер один. Альберта Бродникова. Альберта Бродникова. Альберта Бродникова. Вышел игрок под номером. Посмотрим, кто вышел. Номер два. Через счет отведенный мяч. Был направлен в адрес пускула Лаврова. Ошибку допускает везущий в этой игровой ситуации. Но Павел Абутов не прощает ошибок своих соперников. И выигрывает пятнадцатое очко. И снова ошибается при приеме команды Киропчинского улута. Эйс. Ошибается Роберт Захаров. Семен Васильев. Эйсом приносит шестнадцатый очко своей команде. Роберт Захаров. Кустула Лавров. Мощный удар. От Блока в Аут. И счет становится одиннадцать пятнадцать одиннадцать шестнадцать. Дорген Иванов Не смог Оставить мяч на своей стороне Переходящий мяч Переходящим еще грамотно распорядился Роберт Захаров И выиграл 12 очко Тем временем Тускул Лавров продолжает подавать Адресуя Свою подачу Доргену Иванову Ну а Павел Абутов Выигрывает 17 очко 17-12 17-12 Цепляет Блок Переходящий мяч Счет уже становится 13-17 Альберт Бродников На подаче Марк Васильев Руслан Афанасьев Нападал в третьей зоне Чуть-чуть Не достал Не оставил мяч Никита Бачуров Не сдал То что отскочит От блока Именно в Бостовую зону Отходил назад 14-18 Ау Марк Васильев Ошибается Внимательные Рам стоят Сейчас показали Внимательные стоят И учают Своих соперников Представители Тактинской команды Иван Торнин Смотрит Внимательную игру Команда Намского Улуса Одиночный блок Чехлит Павла Абутова 16-18 Микентий Филиппов На подаче Помогает Сетка Смучил Скорость мяча Сетка Смучила Скорость мяча И мяч Нурнул Прямо Перед Принимающими Филиппов Винокентий Подает Простой перевод Павел Абутов Блок Блокирует Нападающий удар Павла Абутова Молодой игрок Никита Бочаров Ошибается В защите Посылает мяч Вау Восемнадцать Восемнадцать Второй тайм Тайм Аут Во второй партии Запросила команда Намского Улуса Команды исчерпали Тайм Ауты Восемнадцать 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 Павел Абутов В этот раз Блок Цепляет Мяч Девятнадцать Восемнадцать К сожалению Ошибается При подаче Павел Абутов Счет снова Сравнялся Девятнадцать Девятнадцать Девятнадцатому Выборочному очку Без нападающего удара Оставились Своих нападающих Связующие Марк Васильев Зарабатывает Двадцать Двадцатое Очко Хороший прием Мяч возвращается На сторону В Чурапинской Сборной Со второго раза Пускул Лавров Забивает мяч Двадцать Двадцать С счета Двадцать Двадцать Начинается Концовка Второй Партии Посмотрим От раз Кто кого Додавит У кого Больше сил Меньше Ошибок Марк Васильев Методично Поливает Атакующими Ударами Не успел Подняться На блок Дмитрий Оржаков Лавров Марк Васильев Сам подает Исправляется На этот раз Пускул Лавров С приемом Двадцать Пускул Лавров На этот раз Переигрывает Блок Очень скользко Сегодня Очень скользкий Пол Двадцать Один Двадцать Два На подачу Вышел Игрок Номер Семь На замену Вадим Оконечников Второй Связующий Команду Черепчинского Улуса Семен Васильев Пригучий Резкий Доигровщик Под номером Пять Семен Васильев Выиграл Двадцать Тветье Очко И приблизил Свою Команду К победе Во втором Сете Павел Абутов Посылает Мяч В аут Двадцать Два Двадцать Три Немножко Получился Отведенный От сетки Мяч Лавров Четыре Мяча Чербис Четыре Касания Показывает Судья На вышке Нервная Получается Концовка Двадцать 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 Три На подаче Команда Черепчинского Улуса От блока Уходит Мяч В аут После нападающего Удара Павла Абутова Двадцать Четыре Двадцать Двадцать Четыре Двадцать Два Одно Очко Отделяет От победы В этой Партии С этим Не согласны Игроки Черепчинской Команды Двадцать Три Двадцать Четыре Филиппов Фенекентий Сыграл Практически Мариту Показывал Что будет Подниматься И при Опускании Блока Нанес Нападающий Удар И выиграл Двадцать Третье Очко Блок Двадцать Четвертое Очко Зарабатывает Команда Черепчинского Улуса Сетку Задевает Игрок Номер Один Команда Намского Улуса Никита Бачуров Блокаут Павел Лабутов Выигрывает Двадцать Пятый Очко На подаче Руслан Афанасьев Девятый Номер Команда Намского Улуса Справляется С приемом Но команда Из Намского Улуса Не справляется С постраховкой Своего Нападающего Двадцать Пять Двадцать Пять Не успели Оттянуться Номер Один И Номер Двенадцатый Игрок Команда Дамского Улуса Чтобы Постраховать Своего Нападающего На подачу Выходит Иннокентий Филиппов При счете Двадцать Пять Двадцать Пять Допускает Ошибку С концовкой Встречи При счете Двадцать 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 Шестое Очко Зарабатывает Команда Намского Улуса Павел Обутов Подает Ошибается Семен Афанасьев В безобидной Ситуации Никто Ему Не мешал Просто Желание Забить Переполняет Принести Победное Очко Своей Команде Двадцать 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 Хороший Прием Непростительная Ошибка У команды Черепчинского Улуса Просто без Борьбы Безобиднейшей Ситуации Хотя Там стоял Основной Доигровщик В четвертой Зоне Двадцать 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 Шесть На подаче Никита Бачуров Отведенный Прием Ошибка При второй Передаче Вторую Партию Счетом Двадцать 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 Вторую Партию Выиграла Команда Намского Улуса Счет В партиях Один Один Двадцать 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 Второй Сет Игроки Сборной Команды Черепчинского Улуса Практически Сами Отдали Допустив Пару Грубых Ошибок Этих Ошибок Можно было Избежать Разыграв Мяч Четвертую Зону Либо Просто Отдать Мяч Сейчас Трудно Будет Отыграть Третью Партию Намская Команда Я думаю Что На протяжении Двух Партий Привыкла К площадке Освещению Спортзалу Конечно Очень душно Спортзале Влажно Спортзалу 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Девятый номер на подаче Руслан Афанасьев 3-1 2-й номер Роберт Захаров Выигрывает второе очко Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 4-3 4-3 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok команд отыграл. Блок закрывает удар Микинг Филиппова, второй раз Микинг Филиппов справляется с нападающим ударом. Перехитрил, переиграл блок Марка Васильева и счет сравнялся 4-4. Субтитры создавал DimaTorzok Хороший прием, хорошая защита на черепчинских игроков. Павел Лабутов посылает мяч в ВАУ. Неподготовленные стоят центральный блокирующий и доигрочек сборной команды Черепчинского «Улуса». С места нападал 9-й номер Дмитрий Оржаков. 5-5. Возле партии. Никита Батюров на подаче. Мощный удар Роберта Захарова. Со второй зоны. 6-5. Черепчинская команда будет вперед. Играет рука. Там Васильев. Играет рука. Он справляется с двойным блоком. Играет руку. Самый право. Давид Вашир. Мощный удар. Играет руку. Играет руку. Открытый удар. Марк Васильев будет подавать. 7-6, седьмой очко выигрывает команда Черепчинского «Улуса». 7-6, седьмой очко выигрывает команда «Улуса». 7-6, седьмой очко выигрывает команда Черепчинского «Улуса». 8-7. Альберт Бродник, ой, извиняюсь, Айсен Жирготов. 9-9, седьмой очко выигрывает команда Черепчинского «Улуса». Незвенно сбрасывает мяч на площадку соперника и выигрывает девятое очко. И при счете 7-9 Черепчинская команда берет первый тайм-аут в третьем сете. «Улуса» «Улуса» 9-7 нападающий Семен Васильев Тускул Лавров нападал со второй зоны Берген Иванов переводит мяч не был готов, молодой игрок Никита Бачуров не успел подбить мяч выходит на площадку на подачу игрок номер 7 Черопчинской сборной Вадим Атанешников основной амплуа у него связующий Павел Абутов 10 очко выигрывает Павел Абутов хорошая доводка в исполнении Бергена Иванова Удар никуда И 11 очко зарабатывает команда Намского Улуса Арсен Джарготов будет подавать Оставляет мяч в игре не стал рисковать Павел Абутов просто взял перекинул мяч и снова на этот раз перехитрил двойной блок и попал в шестую зону 12-8 плюс 4 у намской команды Снова приводит в порядок площадку и снова Павел Абутов в нападении пускал Лавров отыграл для своей команды нужное очко 9-12 тридцать Рад Снова подскользнулся Арсен Джарготов и опять же допустим допускает грубую ошибку игрок анамской команды. После того, как Арсен Заргутов, упав, спасает мяч. Спас мяч Кускул Лавров. Павел Абутов задевает мячом Антенну. Хороший блок. Хорошую защиту демонстрируют игроки сборной команды анамского вуза. Снова практически достали мертвый мяч. Но, к сожалению, не справились с нападающим ударом Эликентия Филиппова. 12-12. Первый тайм-аут в третьей партии берет команда анамского вуза. Четыре мяча растаяли никуда. КОНЕЦ 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 Абутов Павел. На этом промежутке игры черепчинская команда выходит вперед. Второй номер Роберт Захаров справляется с одиночным блоком. И выигрывает четырнадцатая очко. Павел Абутов находит брешь между руками блокирующих и сколачивает шестую зону. Да, не успевал пристроиться Иннокенний Филиппов своему крайнему блокирующему счет. Тринадцать-четырнадцать. К сожалению, ошибается при подаче Семенов. Иннокенний Филиппов при подаче, да, Семенов. Пятнадцать-тринадцать. Грамотно доводит до своего доигровщика Берген Иванов мяч. Шестнадцатая очко зарабатывает команда черепчинского Улуса. И снова Иннокенний Филиппов. Мяс меняет траекторию полета мяча, приводит в заблуждение блокирующих соперника. Шестнадцать-тринадцать. 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 Ошибается Игорь Афанасьев. Шестнадцать-тринадцать. Желание забить, победить, принести результат в стопилку своей сборной. Шестнадцать-тринадцать. Павел Абутов на подаче. Хороший прием. Роберт Захаров. Замена команды черепчинского Улуса. Роберт Захаров. Иннокентий Филиппов. И опять спасают черепчинские игроки. Вообще гибельный мяч. На этот раз Марк Васильев добивает мяч до пола. Бустрый съем мяча. Четырнадцать-семнадцать. Выходит на площадку игрок номер семь. После игрока номер один. Денис Осетров поменял Никиту Бачурова на подаче. Заблокировали доигровщика сборной команды намского Улуса. Семена Васильева. Восемнадцать-пятнадцать. Плюс три у команды черепчинского Улуса. И на подаче Роберт Захаров. Хороший прием. Но, увы, не поняли друг друга Марк Васильев и Арсен Зурготов. И подарили очередное девятнадцатое очко сборной команды черепчинского Улуса. Справляется с отведенным мячом Семен Васильев. Чем сложнее, тем результативнее у игроков сборной команды намского Улуса. Марк Васильев подает. Хороший прием. Такая же надежная защита у игроков черепчинской команды. Но, к сожалению, после блока мяч улетает в аут. Восемнадцать. Здесь второй судья стоял рядом, поэтому не мог ошибиться. Практически в метрах от второго судья мяч попал в аут. Марк Васильев в погоне за командой черепчинского Улуса. Увы, ошибается. Практика. Подарок. blossom солютно vragen Она Хороший прием Девятый номер Руслан Афанасьев Выиграл очко Сколь необходимое в концовке Третьей партии 18-20 Семен Васильев На подаче Усложнил подачу Почему-то никто не стал Ставить блок Тускулу Лаврову На чистой сетке Тускул Лавров выигрывает 21-ое очко Вбрасывает вверх Свои руки Тускул Лавров Этот мяч надо выигрывать Черепинской команде На чистой линии пускул Лавров Посылает мяч Вау 21-19 Разрыв два мяча сохраняется На протяжении длительного периода Времени игры Семен Васильев Семен Васильев Кто не рискует Тот не пьет шампанское Семен Васильев Семен Васильев Семен Sun Семен 21-21 2-21 Вперед команда Чуропчинского и Лусан. Повторяется концовка игры второй партии. Где команда Чуропчинского, введя в счёте, умудрилась проиграть вторую партию. Ну, конечно, за счёт своих непростительных ошибок. 21 на подаче Арсен Зарготов. Блок преграждает мячу. И 21 очко выигрывает команда Чуропчинского и Лусан. Чуропчинский и Лусан. Чуропчинский и Лусан. Чуропчинский и Лусан. Валерий Куропчинский и Лусан. Валерий Куропчинский и Лусан. Подскользнулся. Спортская площадка сыграла не в пользу команде Чуропчинского. И счет уже становится 22-21 в пользу команды Днамского Улуса. Ассенджер Гудов на подаче. Постраховал своих игроков Семен Васильев. Еще раз достает мяч Семен Васильев. Павел Абудов нападает без блока на чистую сетку и приносит 23-е очко своей команде. КОНЕЦ Иннокентий Филиппов выигрывает 22-е очко. Павел Абудов был не готов к этой передаче. Он был готов к нападающему удару Иннокентий Филиппов. 23-23. Тускул Лавров подает. Бергена Иванова, либера команды. Мяч от рук Иннокентий Филиппова меняет траекторию. Не ожидал до этого отскока либера команды. Черепчинской команды. 24-23. Блок цепляет мяч. Еще становится 24-24. 24-24. Эйс не справляется с приемом Семен Васильев. И Альберт Бродников эйсом выигрывает 25-е очко. При счете 24-25 второй тайм-аут берет команда Намского Улуса. КОНЕЦ Альберт Бродников на подаче. Альберт Бродников на подаче. Иннокентий Филиппов приносит победное очко в третьей партии. Еще становится 26-24. Третью партию выигрывает команда Черепчинского Улуса со счетом 26-24. Третью партию выигрывает команда Черепчинского Улуса. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первое рабочее очко зарабатывает Иннокентий Филиппов 1-0 Пускул Лавров подает Увы ошибается Кресальный объем работ проделывает Пускул Лавров В нападении, в защите Мощь удара продемонстрировал Иннокентий Филиппов Между руками блокирующих посылает мяч Нашел брешь в блоке Счет становится 1-1 Смельчает нападающий удар Павла Абутова Ошибается Молодой игрок Никита Бачуров Через чересчур переводил мяч Со второй Хотел попасть во вторую зону Второй по второй Не получилось Попал в блок В бою попал В сетку 3-1 Повела команда Черепчинского Улуса Повтор И опять же В безобидной ситуации Ошибаются Игроки команды Черепчинского Улуса Это, конечно, уже сказывается Усталость У игроков Теряется концентрация Жара Влажный воздух 2-3 Рушлан Афанасьев Подает Аут Фиксирует судья 4-2 Никита Филиппов Павел Абутов Сбрасывает Павел Абутов мяч В сторону пятой зоны Но попадает В аут 4-2 Хороший прием Доргена Иванова Но ошибается При передаче Арсен Зарготов Повысочит Чересчур низкий мяч Для Марка Васильева Счет становится 6-2 Подготовленному Марку Васильеву Отдает пас Павел Абутов Практически С места Нападал Через Высокий блок Дмитрий Ржаков 7-2 Ошибается Иннокентий Филиппов 3-7 3-7 Заставляет Ошибиться Павел Абутов Игрок Под номером Роберта Захарова Эйс В исполнении Павла Абутова Павел Абутов До пола Забивает 9-й номер Дмитрий Оржаков Подбадривают Его Коллеги За хороший Акцентированный Мощный удар В поле Попадает Мяч Семен Васильев Нападал Денис Денис Азитров Второй раз Не прошел Нападающий удар У Дмитрия Оржакова Марк Васильев Ждал Данный удар И Грамотно Заблокировал 6-8 Хороший удар Игорь Афанасьев Молодой Парень 2004 года Рождения Метр 87 Хорошо Вписался В свою Команду Но К сожалению Ошибся При подаче 6-7 9 Марк Васильев Подает Тускул Лавров Методично Нападает С четвертой зоны 10-17 Разрыв Сохраняется Наконечников Вадим Уже какой раз Выходит На подачу В каждом сете Игрок 2002 года Рождения Метр 181 Вторая Ошибка Подряд Не выполнил Установку Тренера 8-10 Семен Васильев Готовится Подавать Тоже игрок 2002 2000 Метр 83 Аут Улетает Мяч После Нападающего Удара Иннокентия Филиппова Счет Становится 11-9 Аут Показывает Первый Судья 12-8 Да Мяч Попадает Улетает От троса От сетки Ваут Тускул Иванов Тускул Лавров Продолжает Подавать Хороший Прием В исполнении Бергена Иванова Оставляют Мяч В игре Но Увы Не справляется В защите Намские Волейболисты Чуть-чуть Не успевает Денис Осетров К мячу И при счете 8-13 Второй Тайм-аут Берет Команда Намского Улуса Разрыв Составляет 5 очей Тайм-аут 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 Пускул Лавров подаёт. Мощнейший блок закрывает Павла Абутова. Зачехлили, прямо говоря. До пола улетает мяч. 14-8. Ошибается Павел Абутов при приёме. Начинают ловить кураж игроки сборной команды Чуропчинского Улуса. Игроки сборной команды Дамского Улуса начинают застаиваться. Пять очей разрыв составляет между командами. Тускул Иванов подаёт. На этот раз ошибается. Счёт становится 9-15. Я уже говорил, что из того звёздного состава АМГИНС АМГА 2019 играют только три игрока. Остальные игроки ушли в другие команды. Завтра выйдут на поле сборная команда города Якутска. В составе которой играют победители в составе сборной команды Чуропчи АМГА 2019. Сумбурная игра получается в концовке четвёртой партии. 16-17-9. Ошибку показывает первый судья. 16-9. Альберт Бродников на подаче. Сумбурная игра. Ошибается Денис Азитров. 17-9. Очередной тайм-аут берёт команда Намского Улуса. При счёте 9-17. Разрыв постепенно увеличивается. Но при хорошем настрою, я думаю, что будет сложно отыграть у Чуропчинской команды сейчас 8 очков. Догнать и перегнать. Но в волейболе бывает разное. Всякое. Даже в канале Олимпийских игр команда проигрывает 2-0. может вырвать победу встречи. Альберт Бродников на подаче. Альберт Бродников на подаче. Альберт Бродников на подаче. В счёте до 7 очей. Альберт Бродников на подаче. Альберт Бродников на подаче. Пятый номер. Разыгрался пятый номер Чуропчинской сборной. Это Игорь Афанасьев. Иннокентий Филиппов на подаче. При счёте 18-10. Игорь Афанасьев раскрылся буквально. Буквально на глазах. В третьей и четвёртой партии. Приносит очко своей команде. 19-10. Поля показывает судья. После подачи Иннокентия Филиппова. И разрыв составил 2-10 очков. В пользу Чуропчинской сборной. Марк Васильев. Разобрался с блоком. 11-20. Ошибается она при подаче Павел Абутов. Рисковал. Считаю, что практически терять нечего. При счёте 11-20. 21-11. Впереди команда Куропчинского Луса. На подаче Роберт Захаров. 2002 года рождения парень. Метр 82. Не стал рисковать. Впереди. Даже уже не блокирует Дениса Цитрова. Сборная команда Чуропчей. Стремясь отыгрывать после приёма. Чуропчей. Что и доказывает игра Игоря Афанасьева. Пятого номера Чуропчинской команды. 22-12. На подаче Игорь Афанасьев. Хороший удар силовой. Отыгрывает мяч Арсен Джарготов. Марк Васильев. При счёте 13-22. Лавров Тускул. Сбрасывает мяч за блок. 23-13. 23-13. 23-13. 23-13. 23-13. 23-13. Впереди. Аплодисменты. Тужой. Впереди. 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 Иннокентий Филиппов в четвертой зоне 24-14. Практически в концовке матча Черепчинская команда не дала шансов приблизиться к команде Кнамского Улуса после отрыва. 9 очей. Павел Лабутов ошибается. 25 очков завоевает команда Черепчинского Улуса. Партия закончилась со счетом 25-14 в пользу команды Черепчинского Улуса. Счет встречи 3-1 выиграла команда Черепчинского Улуса. Тем самым сохраняет возможность выхода в одну четвертую финала. На этом мы заканчиваем трансляцию первых дней соревнований по волейболу среди мужских команд в рамках восьмых спортивных игр Якутии. Спасибо за внимание. С вами был в течение всего спортивного дня Янис Ефимов. До следующих встреч.